здравствуйте сегодня у нас подготовка к прошу шанай 3 3 беседа наверное завершающие сегодня поговорим о втором дниру шишины но прежде этого хотелось бы подчеркнуть такой один момент упомянуть мы говорили о основной заповеди этого дня заповедь этого дня трубить в шафар и первый день трубят шафар и второй день трубят шафар если первый день не попадает на субботу то оба дня если первый день попадает на субботу то только во второй день трубят шафар и упомянул строчку из слова талмуда который говорит что трубле во время отрубления шафара мы как бы находимся перед троном почета всевышнего как как первосвященник который находится в святая святых в емкий пури то есть это что-то потрясающе какая наша ролик а о чем должны быть наши мысли в момент когда мы находимся в этой святая святых во время когда раздаются трубление шафар мы стоим и слушаем правильно а что какая наша внутренняя работа в этот момент должна происходить о чем должны быть наши мысли очевидно есть очень много много советов очень много пожеланий есть о чем куда должны быть устремлены мысли мысли человека в этот важный важный момент в жизни человека в течение года в течение всей жизни я немножечко то что то что я видел я упомяну может быть некоторые из тех мыслей которые которые я видел которые приводят наши учителя благословения памятного мудрицы торы разных поколений ну есть например такая вещь что когда царь являет приговор или амнистию в те старинные времена было принято что он трубил трубил в шафа трубили в шафар это создавал такую торжественная торжественная такую атмосферу и люди были 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 готовы слушать приговор или отменение приговора то же самое здесь да мы труд во время отрубления шафар мы думаем всевышний ты наш царь и мы принимаем на себя с радостью и с готовностью то что ты нас на нас постановишь то что нам предпишешь в этом году который приходит нам к дабу обездашим еще одна вещь есть когда шли на войну для того чтобы мобилизовать силы для того чтобы сосредоточить силы для того чтобы организовать войско трубили в шафар то же самое здесь мы сейчас стоим перед важной работой работой борьбы с нашим злым началом для того чтобы победить и явиться перед всевышним перед его троном чистыми это напоминает нам также о разрушенных святынях которые были разрушены во время когда я говорю про первый храм про второй храм во время наших про отцов скажем так да про наших предков и раз они не построены значит это наши грехи делают 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 так чтобы они не были построены это тоже это тоже один из моментов пробудить наше раскаяние когда были разрушены разрушались храмы тоже стоял гул крик шум и так далее это то что нас тоже пробуждает во время дарования тары с другой стороны когда явился перед нами царь царь всех царей дал нам самое дорогое что у него было в сокровищнице это Тору по которой мы живем в которой мы говорим что это наша жизнь и долгота дней наша самое главное то что у нас это Тора законы Торы и жизнь по Торе она была дарована во время как во время дарования Торы звучал голос шафара это тоже этот момент который мы должны думать и знать и знать об этом наверное можно об этом продолжать еще много всяких причин например есть шафар нам напоминает о том ягненке который которого про отец наш авраам принял жертву место и цхак и цхак был готов прийти в жертву всевышнему авраам готов был своего любимого сына принести в жертву всевышнему как мы знаем этот подвиг великий всевышний сказал что я видел твою праведность и каким то чудесным образом оказался там баран которого принесли в жертву вместо цхака но вот этот образно говоря жертва и цхака она нас воодушевляет вдохновляет и она дает нам заслуги в рошашанов в течение всей нашей жизни в течение всего года и в том числе в рошашанов тот момент когда трубят в шафар козла бараны и так далее всевышний вспоминает заслугу и цхака и мы со своей стороны тоже должны быть готовы принести себя в жертву в маленьких вещах в крупных вещах в жертву творцу создателю в жертву добра мы продолжаем у нас сегодня по плану второй день рошашаны вечерняя молитва мы молимся второй день практически как первый без изменений опять же принято желать друг другу хорошей записи хорошей печати сразу же на добрый год хороший плодотворный поскольку у нас есть поскольку есть сомнение такое было сомнение два дня рошашаны это как считается как один целый день или как два отдельных дня поэтому вопрос есть благословлять благословлять и говорить это благословение благословение Всевышнего что дал нам дожить до этого времени говорить его в оба дня надо или только в первом в принципе для того чтобы было это все гладко и хорошо если у человека есть новая одежда или какой-нибудь плод который он не ел до сих пор плодного урожая какой-нибудь фрукт который он не ел если у него будет во время когда он говорит кидуш перед трапезой второго дня это было бы хорошо потому что он тогда мог бы сказать благословение что дал нам дожить до этого времени иметь в виду и праздник рошашана и свою новую одежду илиληтого плодный который он будет есть тем не менее принято говорить что благословение шеихи куда нам дожить до этого дня до этого времени женщина которая зажигает свечи всего для второго дня рошашаны какое-то благословение не скажет, а на тот случай, что его надо говорить, она его услышит у хозяина дома и скажет на него аминь, и таким образом она выполняет это благословение. В Грессии был все-таки, да, этот плод, который плодного выражения, на который говорили шейх Яну, есть такие, которые его едят сразу, еще до того, как делают омовение, сразу после того, как сказали кедуш, освящение дня, на стакан с вином выпили вино, а потом сразу же стараются съесть этот плод. Но больше принято и так лучше сначала сделать омовение рук, и этот плод есть уже во время трапезы. А если те, которые делают во время второго дня рошашаны тоже говорят молитвы на те продукты, которые я уже упоминал, которые принято говорить на феники, на гранат, на яблоко в меду и так далее, говорят на них молитвы, и естественно тогда на феник надо будет первым сказать благословен Всевышний, создавающий плод дерева, то надо будет этот новый плод иметь в виду во время этого благословения, и потом, когда уже съедят, после того, как съедят феник, гранат, и уже даже яблоко в меду, можно будет есть этот плод без всяких благословений, потому что то благословение, что дал нам дожить до этого времени, что я могу этот плод есть, а мы уже его сказали раньше. В принципе, вся трапеза происходит так же, как и в первую ночь нового года, опять же, мы говорим про круглые халы, про, это желательно, да, если вы получаете такую возможность, можно обычные хлеба взять, это желательно, чтобы эти были круглые халы, желательно, чтобы они были сладкие, из-таки, которые в эти халы добавляют изюм, все, все, все это сладость и радость, и так далее, окунают их в мед, и так далее. День, второй день рошашины, он практически тоже такой же, как и первый день, но опять же, перед тем, как трубить в шафар, говорят, благословение, что дожить до этого времени, из-за вот этого сомнения, которое я упомянул уже, то же самое касается и благословения на трубление в шафар, поэтому желательно, чтобы тот, который трубит в шафар, человек, у него была либо новая одежда, либо он припас себе новый плод какой-то, и имел в виду, когда он благословит шахиану, и на него тоже, и на трубление шафара, и на плод этот, или на одежду. Если у него нет этого плода, или нет ни того, ни другого, тем не менее, все-таки, у Ашкиназим принято говорить благословение, что дал нам дожить до этого времени, о Свардим не принято его говорить, во второй день в шашана. Если первый день в шашана, это была суббота, то во второй день после Минхи говорят ташлих, то есть идут к водоему, как я говорил, или к аквариуму, если нет водоема, или в крайнем случае просто к крану с водой, или к кружке с водой, и говорят ташлих, после того, как сказали текст, принято выворачивать карманы, это образно, как мы показываем, что эти крошки, которые у нас там в карманах застряли, как наши грехи, которых мы хотим избавиться как можно быстрее. Если первый день в шашана, это была суббота, то во второй день в вечерней молитве говорят такую о водолу, то есть разделение между святым и святым, это тот день называется вставка в вечерней молитве в Марьеве. Женщина, если она не молит Самарьев, например, ей надо какие-то приготовления делать ко второму дня в шашана, она должна сказать благословение отделяющих святых от святых, это надо подчеркнуть в этот момент. И без этого, до этого она не может зажечь свечи на второй день в шашане. Когда делается Авдала, уже после того, как завершился Новый год, второй день прошел, молятся вечернюю молитву со вставкой на Авдалу между святым и будничным, и говорят дома Авдалу, используя только стакан с вином, благословенно, только на вину, и говорят не на свечу, и не на благовоние. Это, в принципе, законы и обычаи двух дней в шашане месяца илуль. Третья тишрея, третий день года, то есть у нас первая тишрея, это был первый день в шашане, второй тишрея, второй день в шашане, это два дня новомесяча, этого месяца тишрея. Третий день, то есть это фактически первый день после Нового года, это третья тишрея, это пост Гидалии. История была про Гидалию, который был главой еврейской общины после разрушения второго храма, и его подло очень убили, и мы постимся, и это уже было окончательное завершение, окончательное завершение, как бы присутствие евреев в Иерусалиме, в Израиле и так далее, как бы по большому счету, я имею в виду храмовый Иерусалим, это великая трагедия, кроме того, что это был великий праведник, и мы принято в еврейском народе с тех пор поститься каждый год. Мы постимся третьего тишрея о законах поста. У нас была специальная беседа посвященная, можно ее найти, повторить, как это, каковы законы общественных постов. И, в принципе, это третья тишрея, это третий день из десяти дней покаяния. Какие основные моменты, как бы основные законы, обычаи этих дней, десяти дней покаяния? Говорят все дни Авину Малкену, Отец наш, Царь наш, специально такая молитва есть после молитвы, во время утренней и дневной молитвы говорят эту специальную молитву. В Беркат Амазоне, в молитве после еды, упоминается в течение всех десяти дней, милосердный он обновить на этот год, специально там есть ставка небольшая, несколько слов. Те вещи, которые человек обычно, ему тяжело по каким-то обстоятельствам соблюдать в течение года, которые сопряжены с какими-то проблемами, трудностями и так далее, надо постараться, чтобы хотя бы вот эти дни, которые называются десять дней покаяния, раскаяния, чтобы человек постарался эти вещи хорошие и положительные в эти дни старался на себя взять и делать, и хотя он знает, что потом у него не получится продолжить, тем не менее, вот эти вот дни, они особенные. И написано, что это не обман, это человек хочет, в принципе, это просто ему тяжело. Но вот эти дни, настолько он хочет, что он вот эти дни готов это сделать. И это не проходит бесследно. Может быть, иногда человек увидит, что это не так тяжело прямо выполнять эти вещи, он продолжит это делать. И, по крайней мере, он покажет свою готовность на это. Это тоже большой очень момент. Все эти дни, говорится, все эти вставки, которые я упоминал, которые говорились во время Рошашаны, то есть Мелиха Кадош, Мелиха Мишпад, все эти упоминания, которые мы с вами говорим, которые приводятся в Сидурах, они есть все эти десять дней раскаяния. Я говорил уже, какие законы, если человек забыл. И основная, как бы, момент этих дней, это, естественно, подготовка уже к дню искупления, к дню, когда прощаются грехи Йом-Киппу. Теперь Йом-Киппу, мы с вами на следующем занятии начнем законы Йом-Киппура, но одну вещь надо учесть, это обязательно, что все грехи, которые человек сделал по отношению к Всевышнему, он готов нам их простить, если при условии, что мы передумали, мы раскаялись, мы не хотим больше этого, нам горько за то, что мы сделали. Он готов нам, Всевышний, так написано в книгах, простить нам практически все. Видит сердце, он видит нашу душу насквозь, он видит то, что мы совершили при каких-то нарушениях, какие-то неправильные вещи по отношению к нашим ближним, Всевышний не прощает. То есть та часть, которая в любой вещи отношения между людьми, нарушения между людьми, в отношениях между людьми, они есть там вещи личные между между нами, между нами и Всевышним. Это та часть, которая на Всевышнем, он нам готов простить. Но то, что мы кого-то обидели, сделали кому-то плохо, не сделали хорошо иногда, это тоже вменяется в грех, и надо это сделать, и надо человека попросить у него, того, кого мы обидели, прощения. Если есть какие-то финансовые неурядицы, надо их урегулировать, вернуть, иногда имеет смысл даже вернуть больше, чем нужно, для того, чтобы человек нас простил, для того, чтобы он пошел на встречу и согласился нас полностью как бы стереть наши, те негативные вещи, которые по отношению к нему мы допустили. Правила таковы, в общем, да, там правила более-более сложные, да, но как бы вкратце они примерно звучат так, что если человек, кто-то на меня обиделся, я обязан как минимум три раза прийти к нему, попросить у него прощения, и надо подумать, как это сделать в максимально красивой форме, для того, чтобы это он принял, понял и так далее. С другой стороны, тот, кто обиженный, он должен принять эти извинения и постараться максимально простить. Есть в этом, опять же, да, есть всякие тонкости, для кому это актуально, я надеюсь, что это никому не актуально, но и кому это актуально, он может обратиться к раввинам, знающим, чтобы они в каждой конкретной ситуации подсказали, посоветовали, как поступить. Есть особенный херем, то есть есть особенный такой приговор, приговор против тех, которые говорят плохо о усопших, о мертвых, о тех, кого нет с нами. Правда, это не правда, это не важно. О мертвых либо не говорят, как это говорилось еще в России, либо говорят хорошо. Если человек каким-то образом обидел кого-то, этот человек тот, кого убедил, он уже умер, он не может сейчас прийти к нему попросить прощения, либо он говорил какие-то, позвал себе какие-то слова или действия, которые были направлены против усопшего, он должен по еврейской традиции просить прощения у покойного тоже. Каким образом это делается? Приходится на кладбище, на могилу усопшего, кого он обидел, и он берет с собой 10 человек, и в присутствии 10 человек он просит у усопшего извинения, прощения. В случае, если могила находится далеко, можно это сделать, попросить, чтобы кто-то другой, который находится в том месте, это сделал вместо меня. Может быть, ему надо будет оплатить расходы, поэтому и так далее. Если человеку это тоже невозможно, то можно это сделать как крайний случай, в том месте, где он находится, хотя могила в другом месте, собрать здесь человек и в их присутствии попросить прощения у того, кого нет с нами, кого он обидел. Мы стоим сейчас перед емкой пор. Мы получили Новый год. Прошел Новый год. Мы прожили эти два дня судного дня. Всевышний дает нам жизнь. Что нам с этой жизнью делать? Как нам максимально можно ее использовать? Это та мысль, которую она должна всячески затрагивать, волновать в эти дни, в течение всего года. Я видел, приводится простой достаточно, как бы сказать, притча такая, что это похоже на человека, у которого был знакомый богач, он сам бедный, у него есть знакомый богач. И этот богатый человек ему одолжил сумму денег для того, чтобы этот бедняк мог как-то построить себе жизнь новую. Дал им, чтобы у него была возможность начать все заново, естественно, что если он возьмет эти деньги и растратит их сразу же, не думая на еду, на питье, пусть даже очень вкусное, этот богач не поймет его. Я тебе дал деньги для того, чтобы ты мог построить себя, построить себе жизнь, продолжать как-то функционировать дальше. И даже если этот бедный человек не сделает, нуждающийся не сделает, так как я сказал, не потратить их на питье и на еду, предположим, он оставит их в банке, положит их в банке или положит у себя их в кармане или в шкафу, ничего с ними делать не будет. Это тоже будет, хотя он их не потратил, но с другой стороны, он не сделал то, что имелось в виду, что он возьмет и сделает из этого, вложит их куда-то, сделает из них бизнес, они приведут дивиденды, он сможет встать на ноги, он сможет развиваться и так далее. Для этого было все нужно. Если человек это не сделал, не использовал эту возможность свою, он потерял тот, который ему это давал, он не был готов на это, и он не будет доволен тому, что произошло. То же самое и мы. Мы получаем невероятную, невероятную суду. Жизнь, которую мы получаем в Рошашана, в Новый год, это тот подарок великий, который Всевышний нам дает. Он продлевает нам жизнь на целый год, жизнь полную здоровью, сил, возможностей. Надо использовать их, не тратить их на пустяки. И даже если мы не тратим их на пустяки, но просто остаться с тем, что мы есть, как мы есть и так далее, это тоже не то, что тут имеется в виду и планируется, не та цель, ради которой нам жизнь это даровано. Взять эту жизнь, взять эти силы, которые есть у нас, которые доверили нам, и сделать их лучше, поднять ее больше, как та небольшая сумма, которая может привести дивиденды, себя удвоить, утроить, удестерить. И чем больше человек в это вложит, тем более значительным будет его бизнес, его дело, которое он делает. А чем может быть важнее дело, чем наша жизнь? Подходя к емке пору, к дню раскаяния, человек не должен быть равнодушен. Равнодушие — это то, что нас убивает, делает нашу жизнь серой, делает нашу жизнь простой, пустой. Нас просят, обязательно, если не сейчас, то через какое-то время вопрос произойдет. Что ты, как ты, к чему ты пришел, что ты сделал, чего ты добился? Написано в Медраже интересная вещь, что такой великий мудрец, самый мудрый человек, который был у народов мира, не имеете в виду евреев, Белам, он был пророком. Его приглашали за большие баснословные деньги, для того, чтобы он лишил судьбы целых народов, как мы видели, это в Торе. И тем не менее, в тот момент, когда его ослица спрашивает вопрос, простой вопрос, он не знает, что ей ответить. Так написано в Талмуде, в Медражах. Написано, что младшим из всех братьев 12-ти был Йосиф. И когда Йосиф сказал им, открылся, что Йосиф, они его продали, и он сейчас им открывается, они были ошеломлены, и они не знали, что ему ответить. Вот 11 человек, богатырей, кроме Бениамина, который не участвовал в продаже, 10, те, которые участвовали в его продаже, они старше него, значительнее его, и так далее, они не могут ему возразить. Сейчас приходит момент, когда надо стоять перед ответом, им нечего ответить. Говорит Медраж, если у них это было так, то что нам про нас сказать? И мы это не Билам, который весь мир о нем говорил и трубил. И мы это не 10 сыновей Якова, которые не знали, что ответить Йосифу. А Всевышний это не Йосиф, это намного выше. Что мы сможем ответить Всевышнему, когда Он спросит нас? Мы должны об этом задуматься. И еще один маршал, еще одна притча. Был еврей один, который занимался куплей-продажей, у него были большие обороты до такой степени, что один из тех, с которыми он работал, был чуть ли не министр, царский. Как-то жена услышала, как он готовится к встрече с тем министром, как он думает, что он его обманет здесь, он ему там скажет больше, а на самом деле там меньше, скажет лучше, а на самом деле хуже. А жена ему говорит, что ты с кем делаешь? Ты же про министра говоришь, а что будет, если он узнает об этом? И в этот момент он на самом деле задумывается. Да, и на самом деле. А если он спросит, он поймает меня и спросит, почему это так, что я могу ответить? То же самое здесь. Мы стоим перед царем царей, и на любой вопрос, который нам могут задать, мы должны знать, что мы должны на него что-то ответить. Да, мы не правы были в этот момент, мы были не правы в тот момент, а здесь у нас было какое-то обстоятельство, по крайней мере, должен быть расчет, расчет четкий, расчет, ясно, ответственность должна быть перед тем, потому что мы сейчас стоим перед тем, кто дает нам жизнь, дарует нам жизнь, и от которого зависит наша жизнь. Эти дни не могут пройти просто так, обязательно они требуют работы, но эта работа, она почетная, приятная, мы не стоим, как белам, в ответе перед ослицей, и мы даже не как сыновья Якову, которые не могли ответить Юсефу. Мы стоим перед царей всех, царей Всевышнего, и он готов прийти к нам, спуститься к нам, приблизиться к нам. Только нам надо захотеть этой близости, только надо пожелать этой близости. И написано в книгах, что обязательно, если это будет все искренне, это будет все естественно, это будет все ответственность нашей стороны, то он смилостится над нами, он даст нам жизнь, он даст нам прощение, и мы сможем начать этот год новый, очищенными, прощенными и с укот устроить праздник на самом деле веселый, не потому что нам будет там красиво звучать музыка, или вкусно будем есть, а потому что мы будем чисты полностью от всех грехов, которые разделяют эти два мира, чистоту и нечистоту, разделяют человека от Всевышнего. В тот момент, когда мы становимся святыми, мы становимся частью Бога, и мы становимся вместе с Ним, и мы получаем абсолютное благословение. Я хочу пожелать вам самого всего хорошего. На следующем занятии мы с вами поговорим о законах и обучениях Йом-Кипура и завершим тему нетрепетно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok